Друзья, представляю вам Харьковского, украинского блогера Зою Кускову. Интересный блогер, уже выступавший в разных местах. Сейчас мы с ней обсудим ситуацию в Украине. Вы, так сказать, свидетель, от вас будет исходить, я надеюсь, точная информация о том, что происходит в Украине, в обществе. Первый вопрос, Зоя, насколько вы ощущаете, что Украина приближается к под давлением Соединенных Штатов, к некоторому соглашению от замораживания конфликта? Здравствуйте, Константин Натанович, здравствуйте, зрители. Да, я это ощущаю очень остро, даже больше месяца на своем канале записала видео, что нас подталкивают к переговорам, а значит к поражению. Ну, потому что переговоры с агрессором сейчас для меня означают поражение, потому что отдать часть своих территорий, заморозить конфликт, это подвергнуть наших детей через 5-10 лет продолжению этой войны, которая закончится точно так же, как и сейчас. То есть никто нам назад территорий давать не будет. Вот эта вот слабая помощь Запада, которая существует сейчас, она будет и тогда. Да, мне сложно это все предугадать, связь с сегодняшних событий, с того, как и как нам помогают, и как наша нынешняя исполнительная власть этой помощи требует. Это требует она ненастойчиво, очень слабенько. Вот Залужный дает интервью, и я надеюсь, он озвучивает позицию многих, да, и Зеленского, который, возможно, не может ее озвучить по определенным причинам. Возможно, это нам поможет, но все-таки они не говорят о Ланглизе, а о Ланглизе говорить нужно, до этого еще не дошло. И если они о нем не заговорят, то нас усадят, да, за стол приговоров. И вот те жертвы, та кровь украинцев, которая пролита на данный момент, она будет, ну, все тщетно, все, что было до этого момента, если этот момент случится, все было тщетно. Ну, вы говорите о возврате территории, о том, что необходимо отомстить агрессору, поставить его на место. Исторически это же ведь процесс такой обязательный, он случится. Россия вот в этой форме долго существовать не сможет, в форме автократии. Это оказывает очень существенное влияние на психологическое, моральное, экономическое состояние государства. Оно распадается уже на глазах, есть признаки и много, и очень похоже на то, что было в конце Советского Союза. Может быть, я не настаиваю на этом, но может быть разумнее сегодня заморозить конфликт. А для того, чтобы сохранить жизни украинцев, они более ценны, как вы считаете? Может ли, позволит ли народ Украины, Зеленскому совершить такой шаг? Я думаю, на данный момент народ Украины не позволит, потому что та потеря, которую мы все ощущаем, она слишком остро ощущается. И я скажу за себя, чтобы сохранить те жизни, которые сейчас есть за стол переговоров, я бы не хотела, потому что я не имею такого права перед теми жизнями, которые уже унесены перед родственниками тех людей. Вот мы должны сделать так, чтобы эта смерть нашей, какой-то части нашего народа была не напрасной. Если мы заморозим смерть нашего народа, часть ее была напрасной. Да, она была принесена за свободу Украины, но... Которую они не получили. Украина свободна. Вы должны понимать, что план, который существовал в самом начале 24 февраля, и план, который осуществлял Путин по согласованию с Демократической партией, это был аналог плана 2014 года, захвата Крыма. Речь шла о захвате либо всей, либо подавляющей части Украины. Тем не менее, Украина остановила агрессора и освободила значительную часть территории. Но вот Харьков, по всем расчетам Путина, ясно, что он должен был стать частью России, как российские русские империалисты всегда считали. Но все-таки народ Украины остановил это. Вы знаете, если человеку акула схватит руку по плечу, а потом немножко опустится по локоть и откусит, у человека будет ощущение, что он что-то приобрел. Вот вполне возможно, эта технология была отработана на нас. Сначала схватили кусок побольше, потом дали нам вот это ощущение, что мы что-то забрали, чтобы отхватить кусок поменьше. Но мы уже не знаем, может быть, то, что было в планах, то, по сути, и осуществлено сейчас. Сейчас ведь очень глупые были ходы со стороны армии Российской Федерации. Вот если вы помните эти видео, как они, не зная, куда они едут, заходили в Харьков на машинах, как Алиса в Стране Чудес бродили, смотрели по сторонам. Это же не стратегия ведения войны. Это похоже на то, что нам скормили определенную картинку, и мы ее съели. Я вас хочу возвратить в реальность. Реальность такова, что в этом мире, в прекращении войны, заинтересован тот, кто регулирует процесс. Демократическая партия США. Она фактически прекращает финансирование и снабжение Украины оружием. Без оружия Украина может быть подвергнута полной оккупации. И сегодня речь идет о том, чтобы сохранить вот эту значительную часть Украины, если не считать Крыма, знаю, 80%. Для того, чтобы развивалось независимое государство и для того, чтобы у украинцев было место, была родина просто. Ну вот, не вся, не вся Украина. Хотя я считаю, что Украина в границах 91-го года тоже не вся Украина. Я вас возвращаю в реальность. Как вы считаете, выбирая между потерей всей Украины и соглашением на перемирие, временное перемирие, не стоит ли согласиться на временное перемирие? Ну, касательно границ 91-го года, Украина, может быть, немножко потеряла свою форму, вернее, изменила. Но свой масштаб она, в принципе, просто преобразовала. То есть другие границы у нас были, другие территории были закреплены Российской империей за Украиной. Ну да, большевики их перекроили. Это как бы другой вопрос. Тут вопрос гарантий. Где гарантия, что агрессор оттяпает у нас 20% Украины, а потом он не будет больше этого хотеть? Да, этой гарантии нам никто дать не может. Мы сейчас увидели, что тыл у нас очень слабый. И, в принципе, мы фактически один на один с врагом. И вот я не буду ощущать себя в безопасности в той Украине, которая не поставила агрессора на место. Я не вижу будущего в этой стране, ни в какое развитие я в ней не верю. Жить здесь под угрозой того, что мой сегодня шестилетний сын через 10-12 лет ощутит то, что ощущают сейчас наши воины, я не хочу. То есть для меня эта Украина будет обречена, если она не заберет свои территории. Как заберет свои территории? Вот вы говорите, прекращение вооружения. Нас фактически ставит такое положение, что мы должны либо сесть за стол переговоров, либо мы вообще потеряем еще больше. Этот вопрос касается дипломатии. И сейчас наша исполнительная власть, она должна либо идти ва-банк, либо подвергнуть нас тому несветлому будущему и непонятному. Вот от этого и зависит. Если наша исполнительная власть пойдет ва-банк и будет откровенно заявлять, что вот есть ленд-лиз, закон подписан, давайте нам. Я не знаю, какие будут там последствия за Ширмой, какие там будут раздоры между Байденом и Ленским. Байденом придется все-таки выполнить обязательные законы, мы истории заберем. Без ленд-лиза это понятно. Значит, смотрите, какое возражение я бы выдвинул. Выдвинул. Первое. Ленд-лиз, закон о ленд-лизе принят. И, кстати говоря, по-моему, уже истек срок, в течение которого его можно было применить. Первое. Второе. Демократическая администрация несколько раз говорила, что этот закон – это символический акт. Ну, так его трактует Байден. Белый дом, закон принимают республиканцы и демократы, а республиканцы у власти, так сказать, исполнительная администрация, они его трактуют как символический закон. И третье соображение, возражение вам, связано с тем, что вот эта имперская Россия, она проводит агрессивные войны не только в Украине. Есть хорошие примеры Грузии. Значительная часть территории Грузии, ну, близкая там к третью, захвачена сегодня. И Грузия в этих условиях продолжает существовать. У Молдовы значительная территория захвачена. Захвачена, правда, раньше, но Путин поддерживает этот статус бандитского анклава в Приднестровье. То же самое в Казахстане. Очень похожие события в республиках Центральной Азии. То есть государства существуют и, ну, видимо, честно говоря, ожидают распада этой империи, злобной и очень опасной. Империю, у которой накопленного оружия вот со Второй мировой войны такое количество, что его не успевает переработать. Там армия Украины вооруженная, ну, вот самой современной техникой. Понимаете, сильно рассчитывать на помощь сегодняшних американцев не стоит. Сегодняшняя администрация находится в договорных отношениях, демократическая администрация с Путиным. И рассчитывать на то, что она готова, так сказать, участвовать в победе, в разгроме Путина нельзя. Об этом говорит, скажем, Энтони Блинкин, что мы не хотим допустить покорение Украины, захвата оккупации, полной оккупации Украины. Но, с другой стороны, говорит госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Мы не хотим допустить разгрома Путина, потому что это ядерное оружие использования, потому что это расширение конфликта в этих условиях. Вы не считаете, что даже временное соглашение – это выход лучше, чем просто позволить Путину захватить всю Украину? Я сразу хотела бы встречный вопрос задать. Те государства, которые частично потеряли свои территории благодаря России, они являются успешными и развитыми сейчас? Ну, более-менее Грузия, благодаря Михаилу Саакашвили, очень сильно продвинулась. Там началась агрессия другого типа. К власти пришли представители Путина, Иванишвили, грузинская мечта, но это другой процесс. Молдова, в общем, существует, более-менее независима, но мы должны с вами быть честными. Много государств, которые подвергались агрессии, скажем, государства Балтии, и находятся в настоящее время в состоянии опасности, но Путину там не удалось добиться даже того, чего он добился в Грузии, в Украине. Меня еще интересует, знаете, вопрос реакции граждан Украины. Я хочу понять, вот насколько реалистична эта реакция, сможет ли народ Украины смириться вот после Бучи, после Ирпени, после всех этих ужасов, смириться с тем, что конфликт будет заморожен? Да. Да. А все-таки не было какого-то извне, не было извне таких держащих рук, которые ей не давали распасться. Поэтому они распадались, они разлагались, это было проще. Сейчас мы наблюдаем совсем другие процессы. Сейчас именно внешние руки левых политических лидеров, они держат эту империю. И я на данный момент не вижу той тенденции, которая должна привести к распаду Российской Федерации. Я пока таких маркеров не обнаруживаю. Я вас хочу обрадовать. В 1991 году не было никакого желания к распаду империи со стороны Запада. Когда Андрей Владимирович Козырев звонил в Белый дом сообщить, что Советского Союза больше не существует, подписано Беловежское соглашение, никакой радости никто не испытывал. Все то же самое сегодня, абсолютно то же самое. Никто не хочет распада России. Считается, что это опасно. Ядерное оружие, конфликты территорий. Но этот процесс идет, он не может не идти, потому что форма существования империя невозможна в 21 веке, неэффективна. Экономика не работает у этого государства. Совсем государство существует только за счет продажи ресурсов. Но это второй вопрос. Еще у меня, знаете, какая тема, давайте ее коснемся. Когда Украина, как и Россия, не прошла процесс люстрации вот этой старой коммунистической номенклатуры, номенклатуры КГБ, я постоянно в разной форме обращаюсь к Зеленскому. Раньше, не очень понимая Порошенко, Петра Алексеевича, я обращался к нему с предложением, с призывом начать каким-то образом ликвидировать вот эти агентурные сети КГБ в Украине. В самых чувствительных местах, в СБУ, в спецслужбах Украины, в свое время Михаил Николаевич Саакашвили и его правая рука Ваномир Бешвили, они начали с того, что они ликвидировали до нуля вот эти дискоретировавшие себя спецслужбы Советского Союза, которые остались в Грузии. То же самое не было сделано в Украине, и вот эта коммунистическая номенклатура, имперская номенклатура, она осталась у власти в Украине, и многие из людей, ну потихонечку молодежь приходит, но это очень медленный процесс. Я вижу по тому, как строятся отношения с Соединенными Штатами Украины. Я просто вижу действия этой номенклатуры, которая поддерживает вот эти социалистические тенденции. Я вижу отношения с Израилем этой номенклатуры, вот особенно дипломатов. Это люди с таким советским бэкграундом, очень опасным для Украины. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю по этому поводу, что у нас не было после убийства Черновола, не было восстановлено никакого национального движения, которое бы боролось за интересы Украины. И вот та номенклатура, которая осталась после Советского Союза, которая не проводила ни декоммунизацию, ничего, которая в этой струе и продолжила, скажем так, осуществлять всю украинскую политику, она сейчас существует, и мое мнение, что вот эти кадры новые, которые приходят, даже молодёжь, они подотчётные ещё этой номенклатуре. А кадры, которые как-то немножко выбиваются по своему рвению, по своим целеустремлениям, они разбиваются в вертолётах, например, молодые кадры. Вот я хочу затронуть вопрос Дениса Монастырского. Для меня это был очень странный, скажем так, странная ситуация, когда вертолёт просто взорвался, и там была вся группа, все молодые, вся команда МВС Дениса Монастырского. Почему? Вот это душок вот той номенклатуры, да? То есть, либо ты... Я думаю, что всё проще. Это не душок той номенклатуры, это действие спецслужб российских на территории Украины. Я очень подробно исследовал убийство Вороненкова в Киеве. Вороненков – это сотрудник КГБ, ну, ФСБ, который боролся с другими сотрудниками ФСБ, он и Черкесов. Его просто убили руками украинских спецслужб. И это та тема, о которой я говорил. Агентурная сеть ФСБ или КГБ в Украине, которая очень активно действует, продолжает существовать, подставляет Украину, насколько я понимаю, очень сильное влияние имеет в армейских структурах и в структурах военной разведки. То есть, это такая странная ситуация, что Украина, которая, ну, не в полную силу борется, так сказать, вот с агрессией России, потому что существует эта огромная агентурная сеть, и никто ничего не делает. Зеленский, да. Не делают, наверное, потому что нету разрыва между этой агентурной сетью и нашей исполнительной власти. То есть, ниточки вот этой сети, они все-таки ведут каким-то креслом, каким-то должностям нашей исполнительной власти, и они поддерживают вот эту связь и поддерживают возможность этой агентуры действовать в Украине. Вы знаете, когда 70% сотрудников СБУ в Крыму, 70% перешли на сторону России, ну, стало ясно, и это такая общая закономерность, что организация, которая называется СБУ, дискредитирована, что ни один сотрудник этой организации не может быть независимым, не может быть полноценным защитником Украины. В этом случае это мировая практика. Вот как роддома, зараженные какой-то инфекционной, серьезной инфекцией, их ликвидируют, уничтожают, просто разравнивают. Так и СБУ необходимо было ликвидировать, начать быстро создавать, как это делал Саакашвили и Миробешвили, новую организацию. Это единственный выход, лечить эту инфекцию невозможно. Почему это не было сделано? Ну, вот я думаю, потому что вот эти ниточки ведут к креслам, должностным креслам нашей исполнительной власти. Но это же новая генерация, вот те люди, которых привел с собой Зеленский, ну, совершенно новые молодые люди, и они, вы мне сейчас объясните, почему это не так, но это молодые люди, которые не должны были бы подвергаться влиянию вот той старой номенклатуры советской КГБшной. И тем не менее, они остаются вот под этим влиянием. Это очень странная ситуация. Ну, Константин Натанович, номенклатура – это же список должностей, за которыми закреплены определенные полномочия, обязанности, официальные и неофициальные. Какое бы лицо ни пришло, оно либо уже туда идёт, понимая, что он там должен делать, либо он туда не идёт, либо там его посвящают в эти дела. Если он с этим не согласен, он просто там не будет. Поэтому то, что они молодые, они сели в номенклатурное кресло, не говорит о том, что там будет проявляться какая-то их воля и какой-то их характер. Это абсолютно об этом не говорит. К сожалению, люди сейчас в Украине отравлены вот этой, скажем так, звоном монеты, да, звон монеты звучит сильнее, чем совесть. К сожалению, на данный момент люди, которые понимают, особенно это никчёмные люди, которые ничего из себя, по сути, не представляют, которые понимают, что в этой должности их рука будет позолочена, стоит лишь только продолжать лоббировать определённые какие-то вопросы, и всё будет отлично. Вот люди на это ведутся, которые приходят в кадры, ну а которые не ведутся, наверное, вот как Денис Монастырский, просто уходят с места и уходят не всегда домой к детям и к жене. То есть вы считаете, что фактор коррупции на самом деле противники Украины, вот здесь, в Соединённых Штатах, продвигают этот тезис о высокой степени коррупционности государственных структур Украины, и это один из аргументов, который позволяет сокращать помощь или призывать не предоставлять Украине помощь. Но это противники Украины говорят о коррупции в Украине, и иногда не противники, а те, кто хотят мотивировать вот это сокращение помощи или капельную помощь, пипеточную помощь, которая осуществляется в Украине. Вы считаете, что это сильный фактор, важный, коррупция? Я считаю, это важный фактор, который можно использовать как повод, чтобы надавить на этот вопрос прекращения нам помощи. То есть враги Украины, я знаю, что пророссийская пропаганда в США достаточно сильно развернута, и этот повод можно взять и, конечно, давить на него, чтобы не помогать Украине. Но в то же время эти люди, живущие в США и не желающие помогать Украине, как стране, не как госаппарату или власти Украины, они враги и США, потому что усиливать социалистического лидера, тирана, это не в интересах штатов сейчас. Тем более они должны видеть, что их нынешний президент играет с ним какую-то одну игру, и хорошего для Америки это мало, потому что и нынешний президент Америки, он тоже коррумпирован. Да, это известный факт. И тем не менее, давайте, чтобы завершить нашу беседу на таком оптимистической ноте, скажите, пожалуйста, верите ли вы в возрождение Украины, ну вот хотя бы в той части, которая останется свободной от России? Нет, я не верю, потому что здравомыслящий человек, который хотел бы развивать Украину, содержать здесь бизнес, стремиться в светлое будущее, он не останется в той стране, над которой висит вот эта угроза, в стране, в которой госаппарат полностью предал интересы народа Украины, страна вот эта, она будет обречена для здравомыслящего человека, который имеет ум, умеет мыслить и понимает, что будущего здесь нет. Наша нынешняя позиция власти и вот та угроза, которая нависнет над нами после окончания такой войны, да, такого окончания войны, нежелательного для нас, это два фактора, которые будут отталкивать здравомыслящих людей, которые хотят развиваться, беречь свою семью, уберечь от войны, уберечь от этого всего, иметь свой бизнес. Люди будут уезжать отсюда, а те люди, которые останутся, которые будут желать вступать в Евросоюз, чтобы были больше социальные пособия, эти люди не способствуют развитию государства, поэтому я думаю, нет будущего светлого Украины, если мы сядем за стол переговоров. Хорошо, тогда оптимизм попробуем найти в другом. Давайте представимся, что вы становитесь президентом, ну вот в ближайшее время, что, кстати говоря, очень реально, потому что я считаю, согласен с вами, что неизбежен Майдан, неизбежно сопротивление общества каким-то решением власти в Украине. Вы президент, что вы делали бы, ну вот в ситуации сегодняшней, когда оружия не будет, ну или будет в тех размерах, которые способны осуществлять страны Балтии, Польши и Великобритания. Вот. Что бы вы делали? И что бы вы делали, ну после того, как понятно, что конфликт будет заморожен? Как бы вы меняли Украину? Давайте, план. Хочу сразу сказать, что я против каких-либо Майданов в моей стране, потому что вот эти все такие резкие движения всегда подхватывают те же нехорошие дяди, только в других костюмах и с другими лицами. Я не поддерживала Майдан 2014 года, именно потому что я видела, что на сцену вышли те же кровопийцы, которые пили кровь в моей Украине всегда. Я не знаю, спровоцирован Майдан в принципе был ли структурами Кремля, или же они подхватили его уже в процессе, но то, что Кремль вывернул этот Майдан в свою пользу, это очевидно. Но я отвечу на вопрос, если бы я просто стала президентом. Да, подытожу, я не хочу никакого переворота, свержения президента, свержения власти, я хочу изменения самой системы этой власти. То есть не лицо поменять, не посадить другого лица в номенклатурное кресло. Если бы я была президентом, я бы вела жесткую дипломатическую политику, взывающую к Западу, который давал определенные гарантии, подписывая договор, разоружая ядерным оружием мою Украину. Я бы билась до последнего именно в дипломатическом поле, я бы вооружала свою страну и я бы деоккупировала свои территории. То есть я бы поставила свою страну на военные рельсы в течение 10 лет максимально и отвоевала бы свои территории. Какие условия, как Вы считаете, необходимо требовать Украине, если Украина вынуждена будет идти на замораживание конфликта? Вступление в НАТО, вооружение, дипломатические решения, политические решения, экономические решения, какие? Полный карт-бланш на покупку любого летального вооружения в тех странах, которые будут выступать гарантами за этим столом и переговором. Это должны быть четкие договора с четкими прописанными пунктами и обязательствами. И чтобы еще были гарантии финансового характера, то есть чтобы нам не замораживали никакие долги, то есть если мы хотим занять денег у МВФ на что-то, чтобы нам эти деньги занимали, и мы могли бы восстанавливать свою военную промышленность, строить то, что мы можем производить у себя, мы будем производить у себя. То, что нам нужно будет покупать, мы будем покупать. Восстановление экономики. Вы говорите о милитаризации страны, это очень важно. А восстановление экономики, нормальной жизни, как насчет этого? Ну, нормальной жизни, вот я не знаю, знаете ли вы, сейчас Украина не замерла. В Украине работает бизнес, мы все продолжаем работать, мы все продолжаем платить налоги. В частности, мы свой маленький бизнес семейный открыли 16 августа прошлого года, это было спустя полгода войны. У нас было рабочее место, где была неплохая зарплата, но мы решили дерзнуть, рискнуть и пойти вот на такой шаг. То есть, это возможно, бизнес есть, бизнес работает, бизнес помогает нашей армии достаточно неплохо. Далее, IT, да, сфера у нас достаточно развита, и она тоже помогает и армии, и с пропагандой борются IT-шники, да, они там, у них разные такие, есть уловки, как подкосить в экономическом плане Российскую Федерацию, ну, или хотя бы карманы опустошить россиян. Поэтому мы здесь работаем, продолжаем, и бизнес работает, и он и будет работать, никуда не денется. Но, по крайней мере, у нас будет надежда на то, что мы свой дом, мы границы своего дома защитим от врага. Вот, и работать будет хотеться больше, совсем с другим настроением и другим рвением. Хорошо, спасибо большое, Зоя. Я желаю вам успехов в бизнесе, я желаю Украине победу, я желаю мирного неба, такая, знаете, известная банальность, мирного неба, который пока не защищается даже старенькими самолетами F-16, к сожалению. Спасибо вам. Да. Я, прикрепите у себя ссылку на петицию, если вас смотрят какие-либо украинцы, пусть они подпишут петицию, обращенную к президенту Зеленскому, чтобы он требовал Ленд-Лиз у нынешней администрации Белого дома. Хорошо, конечно, но вам по секрету я скажу, что это абсолютно бесполезно, к сожалению. Ленд-Лиз, демократическая администрация предоставлять не будет. Они уже объявили об этом почти официально. Но петицию давайте присоединим. Спасибо вам большое, Зоя. Я буду обращаться к вам, когда мне будет необходимость понять мнение украинского народа, вы его очень так хорошо, концентрированно выражаете. Спасибо вам. И вам спасибо.